Продолжение следует... Продолжение следует... Мы провели очень большое рабочее совещание с Виктором Бабуриным, с Анатолием Довичем Юницким. Как раз это было после их презентации по итогам работы на экспертном совете, по презентации уже технологий по итогам экспертного совета, когда было презентовано порядка, по-моему, пяти или семи технологий, но фактически ключевая презентация одна была только технологией Skyway. Я просто по времени могу сказать, что она проходила неограниченное количество времени, а всем остальным технологиям дали буквально по одной-две минуты и быстро проскочили. То есть это говорит о том, по отношению... А это все-таки, друзья, уже правительственный орган, который отвечает за развитие инноваций в сфере транспорта. Это тот, кто уже имеет право рекомендовать внедрение технологий, кто делает от имени правительства экспертизы на все транспортные проекты во всех регионах страны. Поэтому это, друзья, конечно, очень серьезный такой шаг. И то, что руководитель этой комиссии и основные эксперты, все они стали серьезными союзниками, все они стали серьезными, ну, можно сказать, нашими Skyway-вецами. Вот, это вот так можно между собой называть, но те люди, которые активно поддерживают и относятся положительно к проекту, это все наши союзники, это все люди, которые работают над проектом, которые работают для внедрения проекта, и для которых Skyway, это действительно стало уже часть жизни, часть судьбы. Поэтому это очень важное событие, которое произошло. Мы делали определенный анализ, делали определенные вещи, как и что мы будем двигаться дальше, особенно с учетом. И развивающихся проектов в России и за рубежом. И, соответственно, Антон Леонидович после этого уехал в Минск. И дальше вот мы видим уже работу на полигоне Марьина Горка, хотя мы отказываемся от термина полигон, но в данном случае, так как это действительно находится на месте танкового полигона, где производились танковые испытания. Соответственно, накладывая такие свои черты, полигон, слово мы всегда используем. Хотя полигон не совсем точное название к тому, что делать. Полигон – это фактически испытание на прочность той или иной конструкции или той или иной технологии. А то, что мы сегодня производим и делаем, это строительство эко-технопарка. То есть там будет огромное количество фруктовых деревьев, будет демонстрация различных видов технологий, то есть скоростных, пассажирских городских систем, легкой городской системе, юнибайка. Будет грузовая система, позволяющая транспортировать большое количество сыпучих грузов. И, соответственно, не только сыпучих, но и контейнеров. И все это как раз будет оформлено в виде эко-технопарка. То есть там будут продемонстрированы технологии уже следующей линейки. Это SkyTech, так называемые линейки технологий, которые идут уже в целом спектре применения и в офисном строительстве, и в бытовом строительстве, в жилищном строительстве, в сельском хозяйстве в применении. И еще целый ряд технологий, которые будут продемонстрированы и дальше запущены уже внедрения в эко-технопарки. Поэтому все-таки эко-технопарк – это более правильное условие. И еще сегодня родилось такое понятие, то, что мы называем, то есть это по аналогии с Кремниевой долиной. Мы сегодня ставим вопрос, что это не Кремниевая долина, это, как мы называем, Sky долина, то есть Небесная долина, то есть там, где будут создаваться новые технологии именно вот этого небесного SkyTech. И это вот все вместе развивается, делается, двигается. И поэтому можно однозначно сказать, с этого хотелось начать, и это у нас следующий вебинар, мы еще на этом остановимся, на очень важном для нас событии, что сегодня мы получили фактически путевку в жизнь, мы сегодня получили поддержку правительственных структур, которые отвечают за инновации в сфере транспорта. И, соответственно, это очень серьезный союзник теперь для того, чтобы мы при заключении соглашений, при продвижении проектов уже в конкретных регионах, городах, что мы делаем очень активно, что у нас есть еще и, соответственно, такой союзник. И почему мы, друзья, очень уделяем этого большого внимания? Потому что это колоссальная работа. И это именно экспертное заключение. Здесь нельзя пройти на каких-то эмоциях, здесь нельзя подсунуть какую-то неутвердительную вещь, здесь нельзя, не обосновав или не доказав определенные выкладки, утверждения, технические решения, получить положительное заключение. То есть это не сборище людей, которые отвечают, мне нравится, мне не нравится, или я хочу, или не хочу. Это профессиональное сообщество людей, которые оценивают только по инженерным составляющим проект. И, соответственно, пройдя вот эту экспертизу, пройдя защиту, можно сказать, что мы встали вровень со всеми технологиями, которые сегодня представлены уже на традиционном транспортном рынке. Мы встали сегодня в один ряд с теми инновационными технологиями, которые предлагаются внедрять. И дальше уже без всякой ложной скромности я могу сказать, что мы встали в лидеры, потому что все эксперты однозначно признали, что никакие характеристики, которые сегодня продвигаются, предлагаются или рассматриваются для внедрения так называемыми инновационными технологиями, а в основном это купленные на Западе, либо модернизированные, давно забытые какие-то системы, как тем занимается Мортон группа, это Ашбан, который уже 50 лет, и там немцы построили порядка 200 километров этих дорог, а теперь неожиданно группе Мортон во главе с Александром Ручьевым показалось, что он сейчас притащит 50 лет давности технологию немцев и в России построит тысячу километров, что мы такие дурнее паровоза или дурнее немцев, они это не строят, а мы неожиданно сейчас устроим. Также технология сегодня легкого трамвая, Сименса, который сегодня активно продают, причем в Германии этой технологии не идет, а почему-то кажется, что если она не идет, а притащив ее в Россию, сегодня Трансмаш Холдинг, это крупная инженерная группа, транспортная группа, она сегодня лоббирует это применение в Москве, в московском регионе, даже в ряде северных территорий, и строительство именно этого легкого трамвая. Так вот, можно сказать сегодня, что из всех технологий, которые рассматриваются, делаются и применяются на сегодняшний момент, Skyway радикально отличается, и сейчас идет та стадия, когда мы активнейшим образом будем дальше доказывать, показывать, и сейчас пока это экспертная оценка, но, как Анатолий Дунач уже не раз говорил, вся эта экспертная оценка идет на том, что идет строительство, есть рабочие чертежи, идет изготовление, идет инженерное испытание, идут модельные масштабные испытания, идут продувки в аэродинамических трубах, все это научная, техническая, практическая работа ведется, и именно это создает базу для того, чтобы однозначно утверждать, что эта технология сегодня не может быть сравнена, потому что она на порядок превосходит все, что сегодня, причем как минимум на порядок превосходит то, что сегодня применяется, предлагается и рассматривается как инновационные технологии. Так вот, друзья, в этой связи, почему мы сейчас остановились, и это четко, чтобы у нас было понимание по поводу того, что произошло, и по поводу того, как мы дальше двигаемся. Это, друзья, ни с коей мере не меняет, мы видели репортажи, идет строительство, мы с вами работаем нашей инвестиционной группой, наши вот эти группы инвестиционных фондов, как я уже говорил, которых сегодня уже 5, уже более 5 фондов, мы сегодня работаем, лидер, конечно, в этой работе, это два фонда, которые сегодня Skyway Invest Group и Skyway Capital, мы сегодня примерно в равных объемах работаем на инвестиционном рынке, привлекая новых партнеров, привлекая инвестиции, но я могу сказать, что в общем объем инвестиций растет, наша группа в общем увеличивается, и сегодня все более и более стоят задачи по расширению и строительных работ, и испытательных работ, и изготовления уже именно элементов технологии. Как вы понимаете, что каждый такой шаг, каждая такая работа, она ведет к увеличению затрат, к увеличению инвестиций, и сегодня мы стоим перед фактом, что ближайшие 3-4 месяца мы еще должны наращивать и наращивать объем привлекаемых сегодня средств, привлекаемых инвесторов для того, чтобы увеличивать выполненные работы. И сегодня по тому графику, как происходит, мы рассчитываем, что к концу года, то есть начиная где-то с сентября, октябрь, ноябрь, уже по мере той работы, которая сегодня происходит, будут уже подключаться и основную тяжесть инвестирования на себя будут брать уже крупные инвестиционные венчурные фонды, крупные игроки на рынке уже транспортных технологий, крупные заказчики, которые будут применять технологии. Это естественный процесс, но это все будет уже ближе к сентябрю, к октябрю, когда будет готова к демонстрации технологии. Хотя, в принципе, это может произойти намного раньше, по мере того, как сегодня начнут вести, как вот этот тренд на скоростной, на скоростной, общественный, дешевый транспорт будет дальше набирать обороты в мире. Пока мы видим, что Эллен Маск задал этот тренд, задал эту гонку, он выступил в лидер из технологии Hyperloop. Естественно, что с его авторитетом, с его деньгами в мире он сделал очень большую работу за предыдущие два года. Мы только начинали, мы только вставали на ноги именно с продвижением и с демонстрацией технологии на том уровне, на котором ее проводил миллиардер Эллен Маск. Но на сегодняшний момент, уже когда мы действительно вошли в действительно техническое противостояние, действительно в техническую конкуренцию, Эллен Маск два месяца назад сделал уникальнейшее для нас утверждение, что в ближайшие два года технология Hyperloop практического применения не может продемонстрировать и тем более не может рассматриваться как технология по ближайшему применению. Это сразу поменяло нас местами, потому что технология Skyway как раз в этом году уже может продемонстрировать основные узлы, элементы технологии, а на следующий год уже приступить действительно к скоростному движению. Мы не декларируем сегодня, и Юницкий никогда не говорил, что мы можем выйти на скорости близких тысячу километров в час, но скорости 500-600 километров в час это вполне сегодня приемлемые скорости, но с условием строительства, что это более чем на порядок, а для Эллена Маска это наверное и на полтора порядка дешевле, чем Skyway дешевле, чем Hyperloop. Ну а по безопасности и по всем остальным характеристикам Skyway и Hyperloop просто сегодня нельзя сравнивать, и я думаю, что Алексей как раз в своей части нашего вебинара он об этом расскажет и сделает. Так вот, друзья, еще нельзя сегодня не сказать, потому что идет целый вал сегодня работы. Это как раз я почему, друзья, очень подробно остановился на экспертном сообществе, на признании сегодня, на появлении крупных заказчиков, что у проекта, как и всегда бывает, и мы не раз об этом говорили, возникает большое количество конкурентов, большое количество прилипал, которые присасываются к проекту и пытаются сегодня за счет того, что мы с вами сегодня делаем, мы тратим инвестиции, мы привлекаем экспертов, а люди, пользуясь просто этим работой, начинают преследовать свои личные, корыстные, мелкие цели. И на сегодняшний момент я, к сожалению, вынужден сегодня про некоторых конкурентов, хотя это абсолютно недобросовестные конкуренты, обращать внимание, потому что идет целый вал сегодня обращений, идет расфокусировка глядов, когда людей просто вводят в заблуждение, просто откровенным враньем, откровенной потасовкой фактов. И на сегодняшний момент, вот мне буквально с утра сегодня около 10 ссылок пришло на то, что бывший наш менеджер, там отчасти товарищи, с кем мы вместе работали, это Виктор Узлов, сегодня активно продолжает работу по дезинформации инвесторов о том, что развивается технология, струн, ну она не струн, предварительно напряженных конструкций, что все это создано, и полигон в озерах, если взять на сайте, который эти деятели разместили, что в озерах построена технология с помощью инженера дуботовки, там дизайнера, там Жаркевич, это все люди, которых я очень хорошо знаю, которых Юницкий взял в 2000 году на работу, когда строился полигон в озерах, и мне, когда я почитал сайт этих деятелей, этих недобросовестных конкурентов, мне, друзья, это просто стало смешно, потому что я стоял у истоков этой работы в озерах, я познакомил Анатолия Дуаровича с Александром Ивановичем Лебедем, губернатором тогда Красноярского края, и это был уникальный такой момент, когда я в самолете познакомился, ну, не познакомился, а презентовал технологию Александра Ивановича, он тут же с самолета поехал в Коломенское, посмотрел, Анатолия Дуаровича там не было, потому что Анатолий Дуарович в это время со сломанной ногой лежал в больнице, и буквально через два дня мы написали соглашение, приехали в больницу, подписали соглашение с Красноярским краем, и еще через два дня пошло первое финансирование, началось строительство вот этого первого демонстрационного полигона в озерах, и, соответственно, этот уникальный тоже момент, может быть, я чуть приоткрою тайну, но я считаю, что это такие красивые истории, что то, что Анатолий Дуарович сломал ногу, и он сам об этом признает, что развитие событий могло пойти совсем по другому сценарию, и пока он лежал в больнице, произошло два очень важных в его жизни события, первое, что он подписал соглашение с администрацией Красноярского края, и началась реализация первой, и вы видите, была построена путевая структура, был наш ЗИЛ в облака, который дал название технологии Skyway, и при этом он еще и женился, и женился очень удачно, я считаю, потому что Надя и его жена, они живут вместе 15 лет уже, у них твой очень замечательных детей, и это как раз его опора в жизни, и я очень много видел, и очень много за это время смотрел, и пережить пришлось юницким очень много за это время, потому что не всегда, друзья, я вам могу сказать за 15 лет, вот что я знаю, и на моих глазах проходит, у Анатолия Дуанча были такие времена, как сегодня, когда есть инвесторы, когда реализуется программа, идет строительство, были и другие времена, когда отбирали, когда судили, когда за то, что он свою технологию называет струнными технологиями юницкого, на это подавали в суд, и грозились за это еще и посадить в тюрьму, и такое, друзья, тоже было, и мы с Виктором Бабуриным писали иски, и выступали в судах, для того, чтобы этим мошенникам просто доказать и обосновать, что никакого отношения они к струнным технологиям не имеют. А почему это приходится говорить? Потому что, когда я читаю на сайте вот этих друзей компании Виктора Узлова Дуботовки о том, что в озерах они построили технологию, что они сделали, у меня это вызывает, знаете, ну такой внутренний протест, потому что никакого отношения, услов к этому вообще не имел, он появился только через 5 лет в проекте, даже через 6. А Дуботовка, который был нанятым инженером, который максимум, что делал, это чертил одну опору анкерную, которая сегодня претендует на технологию, ну это просто сверх наглости, потому что есть патенты, есть трудовые договора, есть все, что оформлено сегодня на струнные технологии Юницкого, то есть компании, которая производила эту работу, есть просто наглое вранье группки мошенников, которые сегодня объявляют это своей технологией. И мы бы к этому относились, друзья, абсолютно спокойно, мало ли каких мошенников сегодня есть в интернете и еще будет на технологии Skyway, но они рассылают и встречаются сегодня с инвесторами, они сегодня показывают то, что делают, и нарисовав паровоз Бэтмена, то есть из технологии Юницкого, изобразив такой футуристический поезд, говорят, что это технология, которую они придумали, вот это, друзья, просто уже мошенничество с точки зрения обмана акционеров. И мы как раз сегодня, понимая, что мы несем ответственность, и поэтому, друзья, мы отчитываемся о каждом шаге, мы показываем то, что сделано на полигоне, мы показываем о тех инвесторах и людях, которые приходят в проект, потому что это, друзья, общая с нами задача создать убедительную базу. И эти друзья, которые никакого отношения не имели к строительству в озерах, которые просто, вот вы сейчас фотографию, которую видите, почему это очень уникальная фотография, что эти деятели, а вот на фотографии как раз вот этот Игорь Дубатовка находится вот этот вот великий деятель струнных технологий. Так вот, единственное доказательство на сайте о том, что они имеют отношение к технологии, что у них висит фотография, и на этой фотографии, вот, Алексей, покажи следующую фотографию, которая висит на сайте этой компании. Они стерли в фотошопе Юницкого, оставили на ней одного Дубатовку, и говорят, вот доказательство того, что Дубатовка строил, делал, и Виктор Узлов, не моргнув глазом, абсолютно занимается обманом людей, и говоря о том, что, вот видите, это фотография, которая висит на сайте сегодня компании. Как вы видите, называется, найдите три отличия, или десять отличий, помните, с точки зрения детских вот этих картинок. Вот, ну, единственное отличие, которое я здесь вижу, что стерли Юницкого, убрали, и показали. Так вот, друзья, вот это мошенничество, мы не придаем этого большого значения. То есть, естественно, что есть судебные сегодня разбирательства, есть иски, которые поданы в Белоруссии, в России, это все, друзья, есть, но мы обязательно должны показать, и чтобы вы имели сегодня сами для себя объяснение, что такие мошенники есть, и они будут появляться, и чтобы у вас имелась аргументация, как людям, которые введены в заблуждение, чтобы вы им могли аргументированно показать, рассказать, и четко сказать, что, друзья, это просто группа мелких шарлатанов, это просто группа мелких мошенников, которые выдают себя за инноваторов, которые выдают себя, ну, по сути дела, это просто мелкие воришки. Вот, и другого здесь никак нельзя сказать, потому что мы думали, что мы прекратили с ними разговор еще в 2014 году, вот, но так как сегодня активизировалась работа с их стороны, то есть, то мы обязаны именно днести информацию для наших акционеров. А здесь я могу сказать, единственным мерилом, друзья, единственным критерием, который сегодня может отличать такого рода жуликов от реальных компаний, это реальная работа. А реальная работа, друзья, это только строительство демонстрационных полигонов, демонстрационных участков. Я могу сказать, что мы два года назад пообещали, что мы это начнем делать, год назад мы начали строить, сегодня мы показываем результат. А ко всем этим рода деятелям, и это не только дуботовка и видеоузлов. Есть еще один деятель, который тоже с нами работал, который был партнером, это Салим Мифтахуддинов, Эдос такая у него есть компания, тоже еще один великий инноватор, который поехал во Вьетнам, и с чего началась, так сказать, разногласия с Анатолием Довичем Юницким. Он взял его книжку «100 вопросов, 100 ответов», затер авторство вместо Юницкого, написал свою фамилию, и поехал во Вьетнам получать деньги на проект строительства Ханой Хошемин. Как вы думаете, друзья, это нормальный подход к бизнесу, это нормальный подход к партнерству, или вообще это нормальный подход у вообще здравомыслящих людей? И таких людей, которые будут использовать наши материалы, наши ролики, нашу с вами работу, куда мы тратим свои силы, свои деньги. Мы проводим огромное количество времени для того, чтобы это создать, а какие-то прихлебатели будут всегда это использовать для того, чтобы напихивать это в свой карман. Поэтому, друзья, мы будем это жестко пресекать, мы будем на это реагировать, мы будем доводить до вас информацию, чтобы вы понимали, что вы имеете с мошенниками, с жуликами. Мы будем показывать это правоохранительным органам, чтобы четко была классификация, и никак по-другому это разъяснить было нельзя. Ну, а к совести этих людей, я думаю, что взывать просто бесполезно, потому что, зная Игоря Дуботовку, зная Виктора Узлова, зная Салима, я могу сказать, что такой орган такое чувство у них просто напрочь отсутствует. Ну, что сделать, друзья? Это тоже, к сожалению, веление времени, и здесь, к сожалению, приходится тратить время на то, чтобы это делать, на то, чтобы это показывать, но, друзья, это делается с единственной целью, чтобы вы, как партнеры Skyway, чтобы вы, люди, которые находятся в проекте, вы обладали информацией. Я сейчас не буду показывать десяток и сотен фотографий, где мы с Юницким находимся при строительстве, где при запуске, при демонстрации генералу Лебедю, при демонстрации генералу Громову, еще десяткам министров и так далее. Я это показываю на тех вебинарах, которые я веду для своей структуры, для своих, и показать о том, что мы в проекте. На сегодняшний момент совсем другая стоит задача и совсем другая, совсем другая работа. Вы видите, это как раз то, что есть на сайте Юницкого и на сайте, то есть, видите, разница в том, что с этого ЗИЛа, нашего любимого ЗИЛа, который дал название, это лаборатория, который дал название именно Небесной дороги, потому что есть фотографии этого ЗИЛа на фоне облаков, и как раз именно Небесная дорога этот ЗИЛ и подарил такое название. Так вот, видите, там, где стоит Ю-21 и наша любимая капля, на сайте этих друзей стерли Ю-21 и стерли нашу любимую каплю и показали, что этот ЗИЛ теперь не наш ЗИЛ, а это их ЗИЛ. Ну, друзья, это в интернете у нас можно делать все, что угодно, но отношение к этому должно быть у вас однозначное. Те, кто ни разу об этом не слышал, просто имейте в виду, что вы будете сталкиваться с такого рода мошенниками, вы будете сталкиваться с такого рода инсинуациями, но с другой стороны, во всем негативе всегда должен быть позитив. Позитив в том, что все эти люди, они видят перспективы, они обладают колоссальной интуицией. То есть, это и про Виктора Узлова, я могу сказать и про Салима Мефтехудинова, это люди, которые поверили в свое время в технологию, но из-за своих амбиций, из-за своих гордыни они всегда пытались поставить Юницкого под контроль, они всегда пытались стать во главе этой технологии. И это всегда приводило к тому, это привело к тому, что они сегодня вне проекта, вне программы, и они смотрят на то, что мы с вами делаем, друзья, со стороны. Я понимаю, насколько им сегодня тяжело, насколько им сегодня хочется кусать локти и выть от того, что это делается без них. Но это, друзья, их выбор. Выбор мошенников, выбор жуликов, выбор людей, которые всегда хотят отнять и украсть, а не создавать. Потому что места, друзья, в технологии Skyway хватит для всех. И для нас с вами, кто приходит небольшими инвестициями, и для миллиардеров, которые сегодня входят в крупные проекты, и для глав государств, которые будут сегодня на своих территориях развивать эти проекты. Друзья, места хватит для всех. Это самый крупный развивающийся бизнес на ближайшие 50 лет. Поэтому надо не заниматься воровством, не заниматься подделкой истории, не заниматься отъемом технологий, а создавать, работать в проекте, помогать, и тогда, будучи полезным в проекте, вы будете еще и соответственно счастливы материально. Но это, друзья, выбор, соответственно, каждого. На этом, друзья, мы эту часть заканчиваем, больше мы к ней возвращаться не будем, но это надо было показать, чтобы те вопросы, которые сегодня валом идут от наших акционеров и инвесторов, которые просто в недоумении из того, что происходит. И второй момент, очень важный, который сегодня показать, тоже который из истории, и если вы читали книгу Юницкого небесной дороги, там показаны как раз этапы развития, очень интересно, Анатолий Барановский описал всю хронологию развития технологии Skyway, и там как раз есть еще один такой очень интересный персонаж, это Саша Капитонов, который также был партнером еще в конце 90-х, в начале 2000-х, в начале 2000-х, года с Анатолием Дуарчем, и он точно так же, как и человек недальновидный, сказал, что я дальше буду строить сам, и он построил вот такую дорогу, это действительно реализованный проект, именно в единственном числе на 200 метров, назвал он ее, естественно, Капвей, то есть у нас Skyway небесная дорога, у него Капвей, а фамилия Капитонов, вот, и вот этот подвижной состав, вот этот трамвайчик, был создан на предприятии, которое называется Бел Комун Маш, то есть чем интересно это предприятие, что заплатив эти деньги, он сделал этот и погонщик в единственном числе, проводили испытания, они, кстати, сделали очень серьезную техническую ошибку, когда изготавливали, они колеса покрыли резиной, вот, это то, что Юницкий всегда говорит, технически безграмотно, потому что железное колесо по железному рельсу, это максимальная сцепка, это то, что дает как раз сегодня максимальную устойчивость и передачу энергии без сопротивления качения, но и при этом большое контактное напряжение как раз позволяет сегодня создавать очень серьезную сцепку, а когда делается резина, это с точки зрения дилетантского представления, что если резина по металлу, то кажется сцепка будет больше, так вот, когда прошел небольшой дождик и покрылась водяной пленкой, то они чуть было не устроили аварию со смертельным исходом, когда этот вагон просто перестал тормозить, это как раз говорит о том, что люди, которые якобы берут на себя ответственность строительства технологии являются абсолютно технически безграмотными и соответственно делают абсолютно технические ляпы. И вот тоже с точки зрения сегодня наших бывших партнеров, а теперь конкурентов, а теперь даже непонятно кем, просто жуликов, которые используют определенные технические наработки, так же и сейчас они в своих чертежах, в том, что показывают и в тех концепциях, делают настолько технические безграмотные ляпы, что на сегодняшний момент это даже неинтересно анализировать. И как раз если подводить к той экспертизе, через которую прошел Skyway, то я могу сказать, что таким деятелям, к таким экспертизам просто даже бесполезно подходить, потому что это детский сад на очень серьезных кандидатских экзаменах. То есть это можно сравнить с этим. Ну вот, друзья, а про Белкомонмаш, почему мы сегодня упоминаем, потому что на своих сайтах Узлов везде разместил информацию, что он заключил договор с Белкомонмашем, то есть очередной раз, на котором он будет изготавливать опять очередной подвижной состав в обход опять очередной технологии Юницкого. То есть я могу сказать, что в этом плане Белкомонмаш играет какую-то такую очень интересную роль во всей технологии развития проекта. Ну все, друзья, давайте на... Я думаю, что для тех, кто мне задавал вопросы и для тех, кому нужна будет информация для того, чтобы аргументированно показывать, рассказывать, я думаю, что это более чем достаточно информации для того, чтобы двигаться дальше, для того, так сказать, двигаться и объяснять смысл того, что реально происходит. Поэтому, друзья, давайте с большим удовольствием посмотрим на наши юнибусы, то есть на наши юнилеты, то есть это скоростной подвижной состав. И самое главное, друзья, почему нам приятно и интересно об этом говорить, потому что в этом году уже будут продемонстрированы прототипы, в этом году уже начнется испытание, а в следующем году мы будем уже показывать определенные скорости, соизмеримые там со 100-200 км в час именно уже с точки зрения скоростного движения. И это как раз основной рынок, который сегодня формируется, основной рынок, который сегодня дает запросы на развитие технологий, но я при этом могу сказать, что и воздушное метро, которое сегодня является огромнейшей нишей. И вот сегодня с администрацией Красноярского края и города Красноярска, и Норильского никеля, это как компания и города Норильска, мы как раз сегодня уже рассматриваем скоростные проекты для того, чтобы применять технологию Skyway уже в условиях Крайнего Севера, вечной мерзлоты. Но это, друзья, естественно, будет следующий шаг. Сначала это должно быть продемонстрировано в умеренных широтах, то есть в Марьиной Горке, в Белоруссии, потом это будет строиться в уже условиях более суровых и только потом будем выходить в условия вечной мерзлоты. Но, как мы с Алексеем Суходовым и обещали, когда начнется испытание первых опор и первых путевых структур в вечной мерзлоте при низких температурах, мы обязательно будем при этом присутствовать и обязательно буду участвовать в закладке, в бетонировании, в запуске этих проектов, потому что это тоже очень важное значение, которое я считаю для себя и для всех, кто ориентируется на проект, кто ориентируется на ту информацию, которую мы доводим. И мы с Алексеем брали на себя обязательства, когда начинали ввести вебинары, что как только начнется первое строительство, закладка первых опор, закладка первых столбов, то мы будем с Алексеем мешать бетон, таскать, делать и участвовать в начале строительства. И мы в этом году это показали, мы честно выполнили свои обязательства, мешали бетон, бетонировали, заливали, и все это как раз, друзья, и говорит о том, что наши цели, декларации и достигнутый результат никогда не расходятся с действительностью. Поэтому мы вам еще надеемся, что в конце 2016-го, начале 2017-го года покажем начало строительства уже в условиях вечной мерзлоты. А это сегодня, я могу сказать, крайне актуальная и крайне важная задача, которая сегодня стоит перед проектом Skyway, ну и дальше, если уже говорить серьезно, перед проектом развития страны и России в целом, потому что без освоения северных территорий, без освоения труднодоступных сегодня сибирских территорий, без запуска новых месторождений, без создания новой коммуникационной системы шестого поколения, наша страна просто не может не то, что существовать, она не может дальше иметь каких-либо перспектив. Это все больше и больше сегодня приходит к пониманию, и это как раз то, что сегодня лежит в основе стратегии развития, которую мы пишем для Сибири и Дальнего Востока, это лежит в основе сегодня стратегии, которую мы разрабатываем, пишем, для Чеченской Республики, для Северного Кавказа, для всего Юга России. Это, друзья, тоже та работа, которую мы будем вам рассказывать, показывать, и это все уже прикладные значения при реализации проекта Skyway вместе с вами, которые мы сегодня реализуем, делаем, и каждый из вас, неважно, каким сегодня он участвует с точки зрения объемов финансирования, сегодня краудинвестинг, именно инвест-проводящая система двигается, и она сегодня активнейшим образом набирает обороты. И еще раз хочу повторить, мы всегда будем это повторять, каждый из вас, каждый из нас к этому имеет непосредственное отношение, потому что только вместе мы можем запустить этот проект. Ну и дальше, во второй части, которая будет после выступления Алексея Суходоева, я еще остановлюсь ряд о взаимоотношениях внутри проекта Skyway и несколько о дальнейших шагах, которые будут в ближайшее время, чтобы мы с вами четко определяли, что нас ждет в ближайшие две недели, месяц, два месяца на те события, которые сегодня ожидают в жизни именно проекта Skyway. Алексей, тебе слово, я думаю, что в этой аудитории представлять Алексея Суходоева не надо, это уже известный сегодня у нас человек по развитию Skyway. Сергей Анатольевич, здравствуйте, еще раз, дорогие друзья, тех, кого видел, тех, кого еще сегодня не видел. Ну, на самом деле мы Сергеем Анатольевичем очень желаем и просто, можно сказать, мечтаем, чтобы также вводные, новые техники экономические либо другие вебинары по теме Skyway также спикеры присоединялись, потому что история показывает, что спикерами являются те люди, которые, соответственно, присоединились к проекту на ранних стадиях, то есть, что касается Сергея Анатольевича, это более 15 лет назад, что касается меня, более двух лет назад, и также спикеры, которые являются руководителями фонда и так далее, и официальными спикерами либо фонда, либо проекта, также в первой сотне примерно присоединились, но, друзья, есть возможность у каждого, все зависит от непосредственно вашего желания, если вы желаете ввести вебинары, то, пожалуйста, мы будем с удовольствием рассматривать кандидатуры, и чем нас больше одновременно будет ввести вебинары, тем, естественно, будет лучше. Друзья, я действительно рад результаты опросника, я искренне надеюсь, что голосуют люди, которые действительно новички, то есть здесь написано, что только для новичков сводного вебинара и даже те люди, которые не проголосовали на вебинар, соответственно, на опросник, соответственно, уже тут на одну кнопочку могут нажать и понимают, в какой проект они попали, зачем они сюда уже конкретно пришли и какие перспективы несет проект. Ну, собственно, если говорить про Виктора Узлова и проект Adgex, то я столкнулся с ним на первых стадиях развития, то есть еще когда только развивался проект Skyway, у нас были многие сложности с выстраиванием правой, правильной системы перевода денег и так далее, и первые свои платежи вообще просто непонятно на кому, на карточку Сбербанка отправлял в надежде получить акции Skyway. И Узлов Виктор позиционировал и анонсировал, что на IPO вроде как они планировали выйти аж в 2015 году. Сейчас производственная база, строительная база у нас есть, если у Adgex вопрос открытый. И на тот момент многие лидеры, с которыми я общался и которые также развивали Adgex, это мои сетевые коллеги и так далее, очень сильно убеждали различными способами, маркетингом на тот момент в корневой компании был вообще неинтересный маркетинг, то есть вообще вот совершенно неинтересный и многие развивались на тот момент именно благодаря тому, что идея зачерпнула и идея вдохновила развиваться. Я думаю, что все помнят времена, когда не было еще фондов инвестиционных и была главная компания Rail Skyway, то есть на тот момент еще Emigration Rail Skyway Systems Limited. И собственно, дорогие друзья, этот этап действительно прошел, мы сейчас движемся в логике строительства, мы опередили Илона Маска и я бы не хотел называть проект Hyperloop проектом Илона Маска, я рекомендую всем познакомиться, прочитать вот тоже на ближайших, я думаю, трансляциях к Перископе, я свою рецензию на эту книжку обязательно дам, прочитайте вот те, кто действительно погружен в проект Skyway, книжки Илона Маска, то есть это дорога в будущее, я сам еще ее не прочитал, потому что ее просто в продаже нет, и кстати это замечательный факт, значит Челябинцы интересуются транспортом как электромобилями, так и высокими технологиями, значит есть потенциал для расширения конференции, для расширения инвестпроводящей системы, что касается книжки Илона Маска «Никогда не сдавайся», я могу привести замечательную концепцию, которая недалека на самом деле от концепции струнного транспорта, от концепции вообще транспорта второго уровня, и корреляция очень близка, был вопрос Илон, как вы относитесь к летающим автомобилям, как вы относитесь вообще к автоматизации, к искусственному интеллекту непосредственно в автомобильной промышленности, и у Илона Маска был достаточно нетривиальный ответ, и он ответил, что хотели бы вы вообще перемещаться на неуправляемой машине смерти весом в полторы-две тонны, и если она будет летать, соответственно, будет много шума, очень простыми словами, но очень понятными и важными словами, характеризующими неактуальность и невозможность вообще появления, как вот в фильме «Назад будущее» было и так далее, летающих автомобилей, это создаст абсолютно те же пробки, более опасный способ передвижения, достаточно менее эффективную безопасность перемещения, Илон Маск сказал, что ничто вас не застрахует, что вот эта груда металла, перемещающаяся с искусственным интеллектом автоматизировано не упадет вам на голову, также будет серьезный шум, так как это будет летающий автомобиль, соответственно, будут какие-то роторы, лопасти, винты, либо двигатели, независимо от того, какой двигатель, в воздухе это будет скорее всего шуметь, и Илон Маск предложил, ввиду того, что необходимо вот эти три измерения сокращать, и, соответственно, с третьего измерения летающий автомобиль лучше переместить на второе измерение, это транспорт второго уровня, в туннеле он предложил переместить, и так далее, мы сможем избавиться от пробок, от смога, и так далее, и более того, мы добавляем уже, что тогда не нужно будет абсолютно никакой концепции автоматизированного управления автомобиля, и это все заложено в концепцию SkyWay, то есть, это будет беспилотное управление, на втором уровне упорядочено, то есть, я могу сравнить с молекулами воды, то есть, идет поток воды, и строго упорядочено друг за другом молекулы воды перемещаются, не обгоняя друг друга, это я могу сравнить также с передачей пакетных данных, с передачей трафика по интернету, то есть, все идет строго упорядочно, и, соответственно, со всеми основами микропроцессорной электроники, транзисторной и так далее, иначе происходили бы короткие замыкания и так далее. Друзья, это природа, и на самом деле Анатолий Эдуардович Юницкий очень много берет именно основ из природы, из тех фундаментальных законов, которые известны, он их переосмысливает уже по-своему, и, соответственно, вот та концепция, которую предположил Илон Маск, и на самом деле про Hyperloop в этой книжке «Чего не скажешь о SpaceX» упомянуто, ну, буквально четыре абзаца цитаты Илона Маска про SpaceX, про Tesla Motors, очень много упомянуто, и Илон Маск действительно читает, что электромобили заполонят всю планету, мы же считаем, что не электромобили, а электромобили второго уровня не заполонят всю планету, а струнная система, как тонкая, шелковая нить, по сравнению с железобетонными конструкциями, с автострадами, с автомагистралями, вот этими массивными, порой уродскими сооружениями, порой очень опасными сооружениями, то есть, есть дорога такая, очень экстремальная в Норвегии, когда вас волной может смыть, просто перемещаясь по дороге, которая проходит через водный раздел, именно, и таких опасных дорог по всему миру очень много, таких же опасные дороги можно назвать на севере Российской Федерации, когда тягачи, когда грузовики просто скатываются, сцепление колес не выдерживает, и, собственно, тут физика, тут технические характеристики, все полностью рассчитаны, технических вопросов, дамы и господа, нет, и в ближайшее время мы увидим, что имел в виду Анатолий Эдуардович Ницкий под тем, что говорил в крайнем своем видео, что сейчас мы получили поддержку на самом высшем уровне, именно в Российской Федерации, наша технология признана, технологических рисков нет, и мы действительно можем рассчитывать на серьезные заказы уже в транспортной сфере Российской Федерации, и очень интересную статью сбросили по поводу заморозки проектов по развитию железных дорог в аэропортах Москвы, я еще раз сбрасываю эту статью, то есть весь чат мы отслеживаем, и что вам интересно, обязательно сбрасывайте, ну действительно, вполне возможно, что этот проект дожидается нас, так как Аэроэкспресс и вся мобилизация, перемещение пассажиров из аэропортов в те вокзалы, на те остановки, на которые сейчас перемещается Аэроэкспресс, естественно, нагрузка на них увеличивается, модернизация будет стоить миллиардов рублей, и, естественно, ни у кого таких средств на сегодняшний день при экономическом кризисе нет, и это как раз таки могут быть частные инвестиции, в том числе зарубежные частные инвестиции, в том числе наших отечественных бизнесменов, крупных корпоративных финансовых деятелей, и это как раз таки будет сохранение капитала в той непростой экономической ситуации, в которой на сегодняшний день мы находимся с вами, дамы и господа. И на самом деле в свете текущей ситуации, когда непонятная ситуация с нефтью, непонятная ситуация со стабильностью рубля, то ли он отправился в свободное плавание, то ли это зависит от того, что достаточно как бы успешно повела во внешней политике себя Российской Федерации, но одно можно сказать, что сейчас многие вещи говорят об обратном, то есть вы можете судить по статьям о приватизации современных мощных российских корпораций, то есть это Роснефть, это ВТБ, именно американскими корпорациями, американским государством, это вы можете прочитать тоже в замечательной книжке, всем советую мемуары Джона Перкинса, ознакомиться, это исповедь экономического убийцы, это та книжка, которая показывает, как за счет упаковки и модернизации и рассвета той или иной страны, соответственно, страну вгоняли во внешний долг, возможно, эта ситуация также происходит сейчас незримо, незрачно для обычного народа и в нашей стране, не дай бог, как говорится, но в любом случае у нас есть решение, дамы и господа, у нас есть решение, как действительно увеличить ВВП, как действительно вывести страну из кризиса, как действительно нам с вами не просто сохранить, а приумножить и не потерять наши сбережения в тяжелую экономическую ситуацию, которую мы на сегодняшний день с вами имеем. И на будущих вебинарах мы также будем проецировать и сравнивать видения известных футурологов, как Раймонд Курцвелл и другие футурологи, как различные физики, которые спорят по поводу актуальности тех же летающих автомобилей, тех же поездов на магнитной подушке, что будет эффективнее и какой рынок, какое транспортное средство завоюет, покажет ближайшее время. И как раз таки началом таких серьезных действий будет выставка 20-23 сентября, которую мы все с нетерпением ждем, выставка инотранс, которая пройдет в Берлине, на которую нас пригласили, и там показательно будет очень так тоже символично, если вдруг стенды Hyperloop, Transportation Technologies и Skyway Technologies будут расположены друг напротив друга. Кто знает, возможно, так и произойдет. И всех мы, дамы и господа, зовем на наше замечательное событие, на праздник Эко-технопарка 23-24 апреля в личных кабинетах как Rail Skyway Systems так и Skyway Capital вы можете посмотреть условия, то есть условия участия минимальные, это ввиду именно окупаемости аренды помещения, окупаемости шатрат, очень серьезное оборудование будет привезено звуковое, так и световое, это будет действительно праздник, и я лично с нетерпением жду, когда я увижу вживую анкерную опору, когда я увижу вживую, сфотографируюсь, сфотографируюсь на фоне и протранслирую, я думаю, в социал-медиа, в перископе и так далее. В Твиттере размещу обязательно на всех языках информацию о том, что действительно промежуточные опоры простираются, действительно они так монументально масштабны, как мы их видим на фотографии, но естественно на фотографиях не передать словами то, что многие увидят в реальности, и сейчас непосредственно нашей структурой Сергею Анатольевичем многие иностранцы, чехи, слобаки, американцы, французы планируют приехать, и дамы и господа, ну, если иностранцы планируют приехать, то я думаю, те, кто живет в Республике Беларусь сам Бог велел, а те, кто живет недалеко либо далеко, в зависимости от вашего желания, пожалуйста, примите участие в этом празднике, потому что следующий праздник уже будет еще более масштабный, можно понарастающе будет сравнивать свои эмоции, свои мысли, и видеть уже демонстрацию технологии реальных прототипов, которые поедут уже в октябре, в ноябре, это будет городской пассажирский транспорт и легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт. Ну, а до этого времени, дамы и господа, нас ждут очень много новостей, очень много новостей мы с Сергеем Анатольевичем знаем, работа ведется по всем направлениям, фактически во всех точках света, даже в Латинской Америке, уже у нас есть серьезный потенциал, серьезные заказчики от богатейших людей той части света и те люди, которые наблюдают за проектом, желают инвестировать, даже по образованию, даже по внедрению именно уже изучения технологических и изучения предметов шестого технологического уклада, есть предложения от деканатов ряда европейских государств. Это, дамы и господа, мы увидим при конкретной уже результативной проработке в виде подписанных меморандумов от соглашениях, в виде подписанных протоколов и в виде реального начала реализации адресных проектов уже в дополнительном реальном воплощении не только на территории экотехнопарка, но и уже в других государствах, как говорится, транснет действительно пустит корни по всей своей планете и будет развиваться намного быстрее, чем это свершилось у интернет. Поэтому помним наш слоган и следуем ему каждый день давайте развивать наш проект, потому что он действительно стоит того, он действительно вас благодарит и собственно осталось не так долго ждать до серьезных событий вплоть до вторичного выкупа вторичного рынка акций, когда будут европейские уже и крупные финансовые фонды выкупать у желающих акции, дамы и господа на мой взгляд сугубо эти события возможны и обязательно свершатся. Но естественно я на данный момент могу повторять только слова теоретически потенциально возможной ближайшей перспективе, но друзья я с каждым днем убеждаюсь от того шквала новостей, которые мы видим, что действительно в проекте Skyway все реально все возможно и строй Skyway спасай себя и спасай планету и спасай свою страну дать дорогу в мир транснету. Будущее транспортное, энергетическое, коммуникационное, социальное и другим видам сети, которая как шелковый путь, как тонкая шелковая нить по сравнению с современными массивными железобетонными конструкциями автомагистралий, будет простираться через весь мир уже в реальном воплощении, а не в виртуальном, как это сделал интернет. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья, очень рады, если информация действительно вам была близка и если вы были новичком на этом вебинаре, пожалуйста, рассказывайте о проекте Skyway всем и каждому, потому что это действительно благое дело и действительно об этом на этом вебинаре. Спасибо, Алексей. Вопросов сегодня примерно натипны по юридическим вопросам. Чтобы я сейчас не отнимал время, большинство людей здесь Людмила задавала вопрос, еще ряд людей, значит, пожалуйста, посмотрите юридическое обоснование, юридический вебинар, который проводил Анатолий Дуарович с Виктором Бабуриным. Если у вас дальше еще останутся какие-то вопросы, то пишите. И здесь вопрос мы будем... Сейчас как у нас идет механизм формирования тем, которые мы освещаем и вопросы, которые освещаем. То есть мне очень много приходит за неделю вопросов в Skype, в почту. на какие-то я могу ответить сразу сам лично, какие-то переправляю техподдержки, какие-то мы с Алексеем отвечаем, но в основном вырисовывается группа вопросов, которые компонуются и потом уже освещаются для всех, для того, чтобы это было полезно и для того, чтобы... Значит, там частные вопросы по поводу того, что, а как вообще мы юридически защищены, ну, тут вообще я могу сказать, что есть на это акционерное право, вы внесены в реестр акционеров, и, соответственно, у независимого реестра держателя вы всегда можете проверить свое наличие в реестре компании, зарегистрированном в британском праве. Если я что-то сказал недостаточно или мало, или вам что-то непонятно, ну, здесь, друзья, я не могу ничего сказать другого, кроме как почитайте учебники по респруденции, ну, позадавайте еще кому-нибудь вопрос. Поэтому, если можно сказать, достаточно ли это защита или недостаточно, это тоже, друзья, вопрос относительный. Следующий вопрос, который обычно задается за такими вопросами, а где гарантия возврата нашей инвестиции, здесь мы можем сказать, друзья, это венчурный проект, и здесь вопрос только при реализации проекта, вы можете на это рассчитывать. При нереализации этого проекта, либо затягивании, соответственно, все обязательства также затягиваются. Удовлетворяет вас или не удовлетворяет этот вопрос, друзья, это тоже мы ответить не можем. Дальше мы начинаем говорить, что друзья, а вот все остальные ответы и вопросы могут задаваться только после изучения материалов. То есть, когда вы смотрите, изучаете, вникаете, и вот тогда у вас уже возникает свое личное к этому отношение, и вы, соответственно, не задаете ни общие типовые юридические или организационные вопросы, а вы начинаете уже непосредственно для себя определять ту логику, по которой вы двигаетесь в проекте, и по какой вы для себя принимаете решение, либо поддержать проект, и участвовать в проекте, и рассчитывать на венчурные дискаунты, венчурные премии, которые закладываются сегодня, либо подождать, когда это станет очевидно всем, и тогда, соответственно, без всякого риска инвестировать, рассчитывая уже на обычную, стандартную, на тот момент рыночную конъюнктуру, рыночную прибыль по той инвестиции, которую вы можете на тот момент себе позволить сделать. Это, друзья, выбор каждого, и ни в коем случае здесь нельзя обманывать, нельзя ни в коем случае обещать каких-то несбыточных, то, что быть не может, потому что наша основная задача, то, что мы с Алексеем делаем, мы доводим объективную информацию, мы доводим реально то, что происходит, мы реально оцениваем то, что происходит и в экономике, и в проекте, и в перспективе, и в будущем, и исходя из этого, мы сами говорим, что, друзья, дальше выбор только за вами, и, соответственно, вы можете только лично, исходя из той информации, которую вы получаете, и принимать решение двигаться дальше в проекте или ждать дальше информации. Одно я могу сказать, что очень многие люди, которые присоединились два года назад и следят за проектом, они видят, как создается доказательная и именно обосновательная база этого достаточно. Либо тот, кто сегодня следит и смотрит, и для него это не достаточно информации, значит, надо изучать, смотреть, и рано или поздно, друзья, здесь можно четко сказать, что придет время, когда это будет очевидно для всех, но также и очень однозначно можно сказать, что возможности, соответственно, инвестировать и рассчитывать на какие-то венчурные премии на тот момент уже просто не будет. Это, друзья, абсолютный закон, который повторяется ежедневно, ежемесячно, и мы его придумали, и, соответственно, тот, кто на начальном этапе инвестировал в Apple, 30 лет назад, сегодня имеет рост акций более чем в 3,5 тысячи раз. Соответственно, тот, кто инвестирует сегодня в акции Apple, он максимум, что может рассчитывать на 35-40% годовых, которые сегодня хоть и рекордный выплачивает Apple. Ни на какие более доходы или там рост капитализации рассчитывать просто на сегодняшний момент невозможно. Также это и про капитализацию Windows, то есть Microsoft, а также и про капитализацию Facebook, который тоже очень своеобразно проводил IPO. Это, друзья, уже история, и здесь мы можем просто опираться на опыт, опираться на то, что происходит, показывать, рассказывать, сравнивать и, соответственно, предлагать вам определенные варианты или алгоритмы для решения. Но еще раз повторяем, друзья, что никогда мы не будем повторять, что это безрисковая операция, что вы сегодня вложите, и вы завтра будете получать дивиденды до конца своих дней. Мы всегда повторяем, что это бенчурный высокорисковый проект, и таким он не перестает быть даже на те успехи, на ту работу, в которой мы двигаемся, потому что, во-первых, друзья, время сегодня такое, и никто не может сказать, что завтра будет четко прогнозируемое и четко предсказуемое действие. Поэтому, друзья, мы живем в очень непростое время, мы живем в очень сложной ситуации, которая происходит во внешней среде по отношению к России, по евразийскому непростому вещь, то, что сегодня идет в наследии Советского Союза, то, что сегодня в трансформации идет западной системы, также очень это относится болезненно к странам, которые являются третьего мира, развивающиеся, в который сегодня скатилась Россия. Это все, друзья, как раз то, что сегодня происходит, или то, что сегодня делает венчурным любое действие, которое сегодня происходит. Мы также сегодня видим если бы кто-то сказал, что два года назад, что будет банкротиться крупнейшая строительная компания в России СУ-155, это несколько лет назад было предположить просто невозможно. Тем не менее, сегодня это крупнейший застройщик в Москве и в России сегодня банкрот. Когда мы работали три года назад, у нас партнером был Александр Ручев с компанией Мортон, мы даже предположить не могли, что сегодня компания Мортон, крупнейший застройщик в Москве, сегодня стоит на грани банкротства, а я как не понаслышке знаю, что такое банкротство, могу сказать, что с большей вероятностью в 16-м, максимум в 17-м году, может он пойдет в банкротство, а это та компания, которая нам сегодня создает конкуренцию, притащив сюда технологию H-BAN, немецкую технологию. Поэтому, соответственно, друзья, это все объективность и реальность нашего времени, так же, как друзья, я на утреннем вебинаре и сейчас, тоже как дилетант в области экономики, как ничего не понимающий, что происходит вокруг, который вообще не имеет отношения и не понимает, как анализировать процессы, которые происходят сегодня в экономике, я вот вам, как специалистам, хочу задать вопрос. Вот если мировая цена на нефть падает и, соответственно, доходы в бюджет сегодня от нефти сокращаются, во всем мире мы видим падение цены на нефть, падение цены на нефтепродукты. Сегодня в Европе, в Китае, в Америке везде снижаются цены на нефтепродукты, причем довольно-таки радикально и довольно-таки серьезно. Идет снижение на... Вот мы видели последние полтора года, особенно год, когда произошло падение цены на нефть, мы видим как минимум стабилизацию, а еще небольшой рост цен на нефтепродукты, на 92-й, на 98-й бензин, на дизельное топливо. И, соответственно, очень многие далекие от экономики люди задают вопрос, как это? Цена на нефть падает, а цена на нефтепродукты на бензоколонках растет. И тут я вчера включаю новости, и правительство объявляет, что с 1 апреля акцизы, то есть то, что формирует основную цену на нефтепродукты, увеличивается правительством в два раза. Значит, соответственно, цена на бензин и на дизельное дизельное топливо вырастет как минимум на 30%, как минимум. Соответственно, дальше произойдет рост продукции сельского хозяйства, перевозки и так далее, и так далее, и так далее. И я задаюсь вопросом, соответственно, когда такие меры принимаются, и те, кто сегодня это делает, они какими руководствуются экономическими выкладками? И знаете, я, друзья, вот на сегодняшний момент, почему я говорю, что я дилетант с точки зрения экономики, хотя я в свое время заканчивал аспирантуру и докторантуру, и защищал и кандидатскую диссертацию, подготовил к защите докторскую диссертацию, но, друзья, ответа на этот вопрос я пока найти не могу. И, соответственно, к следующему вебинару я, наверное, разберусь и попробую вам рассказать логику, какая же, потому что сейчас будет активное обсуждение в экспертном сообществе. Но, нет, дилетантское объяснение у меня есть, что правительство хочет переложить финансирование всей тяготы на население, и таким образом финансировать свои обязательства за счет инфляции и за счет девальвации рубля. Ну, друзья, перед выборами или когда мы обсуждаем с вами экономическую политику правительства, сказать, что вот так вот цинично и вот так просто надо взять и в два раза повысить акцизы, и таким образом все население, которое пользуется нефтепродуктами, сегодня будет отвечать за то, что правительство не в состоянии обеспечить доходы при падающей нефти. Вот, знаете, друзья, для меня почему-то это очень слабое объяснение. Я все-таки хочу найти что-нибудь другое. И я вам обещаю, что к следующему вебинару, в следующую среду я проведу очень серьезную аналитику, я дам несколько сценарий, и мы с вами еще раз рассмотрим, почему же все-таки, друзья, это происходит, и почему при мировом падении цены на нефтепродукты нас заставляют при падающей экономике платить за бензин еще в два раза больше, чем мы платили до того падения, до того кризиса, который сегодня начался. Поэтому я хочу все-таки найти и довести до вашего мнения какое-то здравомыслящее объяснение, хотя, знаете, что-то мне подсказывает, что его будут найти все тяжелее и тяжелее. И почему это, друзья, мы сегодня вынуждены, опять же, анализировать, смотреть, потому что сегодня есть два абсолютно противоположных тренда. Но тренд – это вектор, это направление, это, ну, скажем, тенденция развития, если говорить сегодня таким простым языком. Так вот, один тренд сегодня, который мы сегодня вам доводим и в котором вы участвуете, это тренд развития SkyWay, где мы говорим, технология, которая изменит и может увеличить ВВП России в ближайшие 10-12 лет в 10 раз. Это то, что изменит соотношение в мировой экономике и даст экономический рост мировой экономики за ближайшие 10 лет в два раза. Это как раз в альтернативу тем аналитикам, которые говорят, что нас ожидает рецессия, спад и так далее, кризис именно экономический. Так вот, та техника экономическая школа, которая основывается на выкладках инженера Юницкого, мы утверждаем абсолютно противоположной. Исходя из этого, мы вам показываем, что сегодня есть интерес в различных регионах мира, что сегодня развиваются десятки и сотни адресных проектов, что проект SkyWay идет семимильными шагами к развитию капитализации и, соответственно, это коснется и капитализации инвестиционных пакетов, которые мы с вами сформировали, и к тем компаниям, которые сегодня создаются и в регионах будут продвигать эти проекты, и целым регионам, которые это даст новую жизнь, соответственно, новая инфраструктура с технологией SkyWay. Это один тренд. А второй тренд, друзья, который сегодня на наших глазах происходит, это затухание экономической активности в Сибири и на Дальнем Востоке, это сворачивание российской экономики, это падение ее уже практически в вертикальном пике с тем, что как-то не просматривается опять очередного роста цен, опять до 100 долларов. Соответственно, это второй тренд, которые идут одновременно. И здесь, друзья, я могу сказать, что мы к этому должны подходить абсолютно четко и осознанно. Мы с вами делаем то, что будет за тем крахом и кризисом, который сегодня есть. Мы с вами создаем сегодня основу того, что будет выводить, будет создавать и будет реально ликвидировать последствия того, к чему мы сегодня идем, опять же, с семимильными шагами, то, с чем мы сегодня столкнулись. И поэтому ни в коем случае не надо здесь видеть противоречий, что развитие SkyWay не может двигаться в связи с тем, что начинается крах, начинается кризис и, соответственно, нет перспектив развития. Здесь уже, друзья, надо четко развести. Это нет развития и нет перспективы у тех, кто сегодня отвечает за решение и кто сегодня не видит перспективы. И, наверное, пришло время, когда надо сказать, что, друзья, это ваши проблемы. И, соответственно, мы всех ваших проблем сегодня решить не можем. Более того, я могу сказать, что сегодня особенно на уровне Мэров городов, руководители регионов, лидеров регионов, которые действительно хотят отвечать. Мы это видим сегодня и на Северном Кавказе, мы это видим сегодня на юге России, мы это видим сегодня в Красноярском крае, где люди, которые действительно болеют за развитие региона, которые действительно болеют за то, чтобы что-то формировалось, а не только рушилось. Они видят сегодня перспективу в Skyway и сегодня уже программа Skyway становится действительно как алгоритм выхода из кризиса, алгоритм выхода из той сложной ситуации, которая есть. И вас ни в коем случае не должно пугать о том, что сегодня очень многие аналитики и дальше будут говорить, что нас в России не ожидает ничего хорошего, что все будет только хуже и хуже, что сегодня единственная наша возможность, ну я не знаю, тут дальше варианты есть различные, это в зависимости от того, какой аналитик идет, левый, правый или вместе взятый. Так вот, друзья, вы должны, те, кто являются участниками проекта Skyway, понимать, что мы с вами своими руками создаем то, что реально выведет и нас с вами, и каждый регион, в котором мы живем, и всю страну в целом из того кризиса, к которому мы сегодня подошли. И соответственно мы с вами создаем своими руками то, что обеспечит тот экономический ковчег, без которого дальше нельзя двигаться, нельзя существовать и соответственно нельзя даже предположить будущее, которое есть. А мы здесь могу сказать с Алексеем, в очередной раз продумывая, прописывая некоторые шаги вперед, мы сейчас занимаемся неким описанием возможностей технологии, которые сегодня есть, так же как в свое время мы четко почувствовали из общения с региональными лидерами и с бизнесменами о том тренде, который сегодня есть, востребован на юнибайке, то есть на легкие спортивно-туристические модули, которые сегодня являются новой нишей, новой транспортной составляющей именно в туристическом бизнесе и сделали целый ряд проектов и для Санкт-Петербурга, и для Москвы, и для Челябинска, для Самары, и все они потихонечку развиваются где-то более активно, где-то менее активно. Так вот, на сегодняшний момент мы подошли к очень интересной теории, мы обязательно вам ее в ближайшее время подскажем, но как я заканчиваю всегда вебинар для новичков, а сейчас я считаю нужным это и повторять тем, кто уже в проекте, особенно когда вы общаетесь с людьми и вам задают вопрос, а что такое Skyway и чем вы собственно занимаетесь. Так вот, друзья, ответ на сегодняшний момент у меня сегодня сформирован таким образом, что за последние 15 лет жизнь изменилась очень радикально, очень сильно, то есть та информационная, а это инженерная цивилизационная революция, которая произошла, она дала нам сегодня те возможности, о которых 15-20 лет назад мы не могли даже предположить. Каждый сегодня имея в кармане вот такой довольно-таки мощный компьютер, а он сегодня смартфон есть у каждого в кармане, ну в зависимости от модификации более или менее мощный, но я могу сказать, он сегодня дает такие возможности, которых 20 лет назад нельзя было мечтать, 15 лет назад они были недосягаемы, а 10 лет назад мы о них только слышали. Сегодня мы это пользуемся и у каждого есть возможность пользоваться скайпом, то есть жизнь изменилась радикально. Так вот, мы с вами должны сегодня понять и признать одну мысль, что в ближайшие 10-15 лет жизнь изменится еще более радикально. И если интернет, то есть информационное пространство, агрегированная технология, она убрала барьеры между государствами, она убрала барьеры между рынками, она убрала барьеры между континентами, она убрала барьеры между людьми, и вы сегодня можете из любой точки мира позвонить в любую, и не просто позвонить, а еще и по видеоконференции пообщаться. У нас с Алексеем бывают даже такие моменты, когда один наш партнер в Нью-Йорке, Алексей в Челябинске, я под Москвой, еще соединяем наших партнеров из Тель-Авива, соответственно, мы проводим совещания еще и в режиме видеоконференции, когда я еще, допустим, в машине нахожусь в движении. То есть какое время назад об этом можно было предполагать? Нет, друзья, это сегодня веление нашего времени. Так вот, ближайшие 10-15 лет изменят еще больше нашу жизнь, чем изменил интернет, и Транснет даст такие возможности, о которых вы сегодня даже не догадываетесь, о которых вы сегодня даже не можете предположить. А мы в этом процессе участвуем, мы сегодня участвуем в проектировании, в строительстве, в изготовлении опытных образцов, и это все, друзья, наша с вами работа. Ну а какие возможности, отчасти мы об этом говорили, но я думаю, что в ближайший там вебинар 2-3 мы вам будем как раз показывать, чтобы вы четко представляли, что такое Транснет, что такое возможности, которые это будет давать, что такое свобода перемещения, что такое мгновенное перемещение. Потому что некоторые, общаясь, только входя в проект, думают, что это мгновенная телепортация. Нет, друзья, мгновенное перемещение, это глубокий экономический социальный смысл, который тоже мы с вами будем обязательно рассматривать и обязательно будем с вами проводить. Ну вот, друзья, так, у нас еще был один вопрос, но я думаю, что он уже не так актуален. Значит, друзья, у нас 2 апреля будет совместная очень большая телеконференция всех фондов, которые участвуют в проекте Skyway, это Skyway Invest Group, Skyway Capital, еще ряд наших партнеров, которые сегодня подключились к работе. Вот, соответственно, это будет общая такая конференция по подготовке к 23-24 апреля. Вот, соответственно, кто будет иметь возможность, желание 2 апреля, следите за расписанием, мы вас приглашаем для того, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Второй очень важный вопрос, что сегодня тоже пытаются донести некоторые, показать противоречия между инвестиционными фондами, которые работают сегодня в проекте Skyway, и я тоже тут вынужден, как бы сказать и акцентировать внимание, что, друзья, не надо поднимать какой-то негатив, показывать, мы четко сейчас можем сказать, и это будет доведено до всех в обязательном порядке уже через руководство, соответственно, РСВ компании нашей головной, что неважно, через какие фонды вы входите, важно, что вы все являетесь акционерами и защищены акционерным законодательством и внесены в реестр акционеров головной компании. Это будет сделано в ближайшее время для всех, поэтому юридическая форма, юридические противоречия, которые могли бы быть, они сегодня не имеют значения. И я могу сказать, что сегодня даже есть определенные, скажем так, партнерские или такие дружеские соревнования между двумя фондами по поводу того, кто привлекает больше партнеров, кто привлекает больше инвестиций, но это, друзья, уже можно назвать не конкуренцией, не противодействием, а это уже, ну скажем так, больше социалистическое или капиталистическое соревнование, которое присуще только партнерским структурам. Поэтому тоже прошу к этому относиться с пониманием и никаких дальше инсинуаций или разногласий на этот предмет быть не должно. Ну а дальше, друзья, естественно, 23-24 апреля Алексей вам уже сказал, что ждем, приглашаем, будет возможность общаться, поучаствовать в этом празднике, посадить свое дерево фруктовое, поесть перловой каши на природе из армейской кухни, вот, соответственно, которая будет организована, поучаствовать в научно-практической конференции, пообщаться с крупными, действительно крупными инвесторами, крупными фондами, которые будут презентовать свое видение развития проекта. Будет десятки делегаций из городов и губерний, которые рассматривают сегодня возможность применения технологии Skyway. Это, друзья, как раз праздник, это движение, это наш общий, скажем так, черта, которую мы должны оценить, где мы находимся, что мы сделали, что мы делаем и что мы будем делать в ближайшее время. Поэтому, друзья, я очень рад, что для кого-то эта информация полезная, что мы с вами все в проекте Skyway, и для вас строй Skyway, спасай планету, это сегодня не пустые слова, и мы объединяем мир, это тоже становится уже действительно программой к действию, а не каким-то несбыточным пожеланием. Ну и, как мы всегда уже заканчиваем и добавляем, что объединять, друзья, это наша работа, которую мы с вами, я надеюсь, очень добросовестно, честно и самоотверженно делаем. Поэтому, друзья, всего вам самого лучшего. До встречи во второго числа на теле мосту, кто будет и посчитает для себя нужным участвовать. Нет, значит, друзья, в следующую среду, как всегда, в 12-13 часов для Сибири и Дальнего Востока, в 19-20 часов для Европейской части, мы будем вам доводить очередную информацию о проекте, о Skyway, работать с новичками и, соответственно, призывать вас к тому, что изменить будущее, друзья, это в ваших руках. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok